Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжаем рассказ про CryptPad и сегодня чуть больше о командной работе. Начнем с простой задачи – работа с получателями, которые не входят в круг ваших контактов. Тут в целом все как на Google Диске, ну с поправкой, конечно, на сквозное шифрование. На Google Диске по умолчанию, напомню, его нет. Как я говорил, просто папку можно легко переделать в общую папку. И вы сможете делиться ей с кем угодно. Не будем ставить пароль. А вот теперь это общая папка. Копируем ссылку. Тут есть два вида доступа – изменить и посмотреть. Это аналог-редактор и читатель в Google Drive. Сейчас покажу разницу. Ставим посмотреть. Заходим во второй аккаунт. Это уже не анонимный аккаунт. Я создал тут второго пользователя и это нам ничего не дает. Папка, естественно, не появилась. Мы этого пользователя никак не отразили при создании папки. Поэтому просто вставляем ссылку в браузер и вот папка Работа 2 с картинкой. Мы поставили посмотреть, а значит мы не можем эту картинку переместить, только скопировать. В случае с изменить в настройках папки картинка бы переместилась, то есть удалилась отсюда. А также мы не можем эту картинку удалить. Опять же в случае с изменить у нас бы такая возможность была. Папка личная жизнь, например, также не моя, тут владелец добер, но я могу отсюда удалить картинку. У добера она также удалится. Ну в целом, я думаю, тут все понятно и ничем не отличается от Google Диск, за исключением шифрования, опять же. Но есть тут такая штука, как контакты. И это уже, мне кажется, отличительная черта криппад. Единственное, неудобно, а вернее не совсем понятно, как эти контакты добавлять, но само наличие контактов очень удобно при работе в команде. Так, у нас тут есть профиль и есть кнопка поделиться. Логично предположить, что вы делитесь таким образом своим контактом. Копируем, отправляем, но совершенно непонятно, куда этот присланный контакт вставлять. Ну то есть вам может и понятно, а вот я сразу не понял. На самом деле его нужно просто вставить в адресную строку и перейти по этому адресу. Вот информация о том, что Вова Ломов прислал контакт. Нажимаем добавить в качестве контакта, но и это еще не все. Вова Ломов в списке контактов у нас не появился. А все потому, что теперь он еще должен посмотреть уведомления, обнаружить, что вы ему прислали реквест и нажать акцепт. И вот теперь уже мы взаимно появились в списке контактов друг друга и более того, мы теперь можем друг с другом переписываться в защищенном чате. Я бы сказал, что доверять этому чату можно не меньше, чем сигналу. Хотя, конечно, он не так красив и функционален, как сигнал. Но Криппад это не про красоту или удобство, а исключительно про безопасность. Напомню, что приложение опенсорсное, разрабатывалось французами из XWiki на исследовательские гранты и получил в 2019 году награду от Еврокомиссии в категории инициатив, поддерживающих приватность. Это плюсом к тому, что я уже рассказал о шифровании и прочей анонимности. Так, ну и наличие контактов добавляет нам ряд возможностей. А именно, можно сделать человека из контакт-листа совладельцем документа или папки. Но при этом он сможет вас впоследствии удалить из числа владельцев. Или можно добавить контакт в аксесс-лист. Весьма-весьма удобная фича, открывающая доступ к документу только тем, кто в этом листе состоит. То есть вот мы поделились ссылкой на обычную папку. Открою уже третий браузер, анонимный. И вот она папка, правда, пустая. А вот мы поделились папкой с аксесс-листом. И несмотря на то, что папка эта наполнена, выглядит она пустой. И даже названия у нее нет. Вот видите, тут у нас был Винни-Пух, а там его не было. А сюда я, чтобы не быть голословным, закину какой-то файл. Эта папка без аксесс-листа. И вот этот файл появился у нас в анонимной сессии. Так, ну и еще два слова о файлах. При создании файла можно выставить expiration date, то есть время удаления. В часах, днях, месяцах. И задать пароль. Время удаления впоследствии изменить нельзя. В сам файл можно добавить владельца или просто поделиться им со своими контактами. Рецепиенту придет уведомление, и он сможет приступить к работе. А владелец файла может удалить другого владельца, изменить пароль. Или уничтожить файл безвозвратно. Надо два раза нажать, срабатывает не всегда или не сразу. Ну и кроме того, уже не буду рассказывать подробно, просто покажу. Тут можно заводить команды для работы над каким-то проектом. Мне кажется, тоже крайне полезная функция. Но это вы уж сами или голосуйте лайками и комментариями сделаю продолжение. Потому что тут есть о чем рассказать еще. Вот такое удобное и бесплатное приложение. Даже если вы не готовы переходить на крипт под полностью, ну то есть использовать все достоинства защищенного рабочего пространства, хорошо иметь его под рукой, если надо быстро поработать над каким-то чувствительным документом совместно. Для этого не обязательно даже регистрироваться. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.